Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках. У меня накопилось уже много пустых баночек. Хотелось бы уже их выкинуть, поэтому я решила сегодня вам о них рассказать. А дело перед тем, как снимать вот такие клипсы, что-то мне показалось какая-то дисгармония. Что-то всего много сняла. Ну вот покажу вам хотя бы вначале. Красивые. И начнем. Пустые баночки. Здесь у меня будет уход. Здесь у меня будет какая-то даже косметика декоративная. Первые две пустых банки. Вот такой шампунь и кондиционер от марки Шесейда. Это у них такая, ну более бюджетная линия. Этот шампунь для всей семьи. Мы пользовались действительно, да, всей семьей. Нас трое. Муж, ребенок и я. Очень надолго нам его хватило. Где-то на месяца полтора-два точно. Хороший расход, хорошая консистенция. Волосы от него хорошие. Хороший запах нот. У меня вообще нет никаких претензий к этому. Этим средствам. Прекрасные, великолепные. Хочу теперь попробовать другие, другие линии, банные линейки для волос от Шесейда. Вот прям я в восторге. Я в восторге. Мне прям действительно очень понравилось. Так, дальше, если мы уже говорим про волосы, здесь у меня две пустые баночки моего самого любимого шампуня. Клоранс. Это Клоранс хинином шампунь. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам... Вот так он выглядит. И кондиционер. Кондиционер. Кондиционер, не знаю. Кондиционер, он не дает вам сразу такого ощущения, что вы можете прям сразу расчесать волосы. Но, тем не менее, когда они уже высыхают, волосы выглядят очень так ухоженно, скажем так. Хорошие. Хорошие средства. Я люблю шампунь с ромашкой от Клоран. Мне нравится вот эта аптечная линейка. Люблю их. Я уже показывала их и в фаворитах, и в пустых банках. Так что советую, если хотите попробовать какой-то новый шампунь. Достойная. Достойная марка. Овен. Иодутермаль. Овен. Мицеллярная вода. Закончилась. Великолепная. Нет вообще никаких к ней претензий. Реально очень хорошо смывает макияж. Ну, сколько там? Четыре ватных диска на все лицо. Было достаточно. У меня она была уже очень давно, где-то полгода, наверное. Вот, кончилась. Наконец, большая бутылка, 400 миллилитров. Это, по-моему, я даже уже не первый раз ее покупала. Это моя вторая бутылка. Я довольна. Но вот сейчас я купила себе Горье. Гораздо в разы дешевле. И, знаете, я не могу сказать, что какая-то большая между ними разница. Так что можно... Все это так. Не надо. У нас уже вечер. У нас уже вечер. И все уже собираемся ужинать. Ну, ладно. Я пока запишу потом. Мерси. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте. Можно и Овен купить. Можно и Биодерму купить. Но вот Горье мне тоже очень понравилось. Поэтому я не могу вам сказать сейчас, что покупайте только Овен или Биодерму. Они самые лучшие. Нет. В бюджетных марках тоже есть очень хорошая мицеллярная вода. Я бы с удовольствием попробовала мицеллярную воду, например, воду чистой линии или еще какую-то из русских марок. Но не могу купить, к сожалению. Дальше. У меня закончилась вот такая пудра Сусай японская. Мне ее привезли из Японии наши родственники, когда приезжали. Это Beauty Cleo Powder. Made in Japan. Это вот такая вот коробочка была заполнена вот такими маленькими ванночками. Вы так их открывали. Там была пудра. Высыпаете на ладошку и смываете макияж. Для очищения просто лица, например, утром она не годится. Она очень жесткая, она очень сушит кожу. Но если вы активно нанесли макияж там куда-то на выход или еще что-то, и потом пришли, вам нужно сразу смыть его, да, это подойдет. Это будет здорово. Но не на каждый день. На каждый день она мне пересушивала кожу. Но средство хорошее. Дальше. Очень-очень мне понравилось вот это средство от Clorans. Это тоже средство для умывания, антиполюшен от загрязнений, от, как сказать, от загрязнения окружающей среды. То есть вот гуляйте там в городе, потому что много всего вообще в воздухе витает. Вот это вот такое антисредство, да, скажем так. С травами и с цветами. Вот оно такого было, зеленого цвета. Я купила его в аптеке, когда у меня на коже появилось такое раздражение очень сильное. У меня бывают такие раздражения два раза в году стабильно. Я не знаю, от чего это зависит. То ли какие-то гормональные у меня скачки, то ли еще что-то. Но вот бывает. Я пошла в аптеку, показала ей свое лицо, девушке. И она мне вот порекомендовала вот это средство. Очень-очень хорошее. Утром и вечером я им умывалась. Моментально все прошло, кожа стала чувствовать себя комфортно. Это ушло. Чувство вот этой стянутости, чувство вот этого, знаете, жжения. Когда вот у вас, понимаете, если у вас такое было раздражение, кожа жжет, зудит, стянута. Чем ее вот хоть чем-то машь, все равно дискомфорт. Вот это вот средство все мне убрало. Очень мне понравилось. Куплю себе еще раз обязательно, если вот опять появятся какие-то проблемы. Если нет никаких проблем, все равно хорошее. Все равно хорошее, все равно, может быть, даже куплю еще раз. Мне понравилось оно. Очень понравилось. И мне в подарок дали тоже Clorans. Вот такое двухфазное. Ну как оно, не двухфазное. Оно было с одной, до половины была такая темно-синяя жидкость, маслянистая. Сверху была прозрачная. Вы встряхиваете и уже наносите, смываете макияж. Это Eye Makeup Removable. Средство для удаления макияжа с глаз. Вот прям две капельки на ватный диск. Вот так вот прикладываете. Подержали, 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 сняли. Все, у вас глаз чистый. Обалденное средство. Очень классное. Вот его бы я купила в большой банке. Хватает очень-очень надолго. Хорошая, хорошая. Вообще Clorans хорошая марка. Люблю ее давно. Еще когда в Москве, помню, только у меня появились такие деньги. Я первое средство, которое я купила для лица, это были средства Clorans. Мне они очень нравились всегда. И опять Clorans. Вернусь. Тоже мне дали в подарок. Вот такое вот масло для тела, которое будет treatment oil, ну, которое типа подтягивает ваше тело, убирает, может быть, там, целлюлит или еще что-то, делает кожу более упругой. Не знаю. Ну, как бы, может быть, если бы у меня была большая банка, я бы, конечно, увидела бы более упругую попу свою. Но, тем не менее, вот с этого количества ничего я не видела. Но пользоваться им большое было удовольствие. Масло не жирное, а хватает прям совсем чуть-чуть, чтобы вот прям вот на все тело его нанести. Хорошее. Очень хорошее. Купила бы точно бы большую банку себе. Ну, может быть, и куплю, конечно. Вот рекомендую. Если любите маслянистые текстуры, одно из лучших. Одно из лучших. Мне понравилось очень. Так, дальше у меня закончилось. Не очень красиво я так показывать. Ну, слушайте, закончилось же. Это Sleeping Mask от Misha, бренда корейского. Super Aqua Sleeping Mask. Это с экстрактом улиток и так далее. Что у нас делают лучше всего корейцы? Это, конечно, улиточные вот эти штуки. Очень тоже давно она у меня была. И вот, наконец-то, закончилась. Неплохая. Неплохая, но не что-то такое вау. Ну, да, хорошо с ней поспать. Потом просыпаетесь. Такой весь. Но для меня она была какая-то слишком жирная. То есть, когда я утром еще уже ходила, умывала лицо, до сих пор оставался вот этот вот жирный налет от этой маски. Но если у вас сухая кожа, зимой, я думаю, она будет очень хорошо работать пару раз в неделю, не каждый день. Вполне возможно, она будет таким must-have зимой. Здесь, мне кажется, просто она мне не подошла в наш климат. У нас и так достаточно жарко, и вот эта жирная текстура, она была мне ни к чему. Так, следующее, что у меня закончилось, я не знаю, стоило это показывать или нет. Это крем от компании Le Labo. Крем для лица. Я купила в свое время мужу набор Le Labo на праздники. Вот этот крем для лица, потом средства для бритья и средства после бритья. У нас там уже все. И средства после бритья. И вот этот крем, он не подошел вообще ни мужу, ни мне, ну вообще никому. Как только мы его не носили, мы и так наносили. Мы его и вбивали, и по чуть-чуть, и по многу. Он скатывается, он жирнится, он... Какой он, Леш? Ну вообще никакой. Какой мой? Плохой. Он был плохой. Ну вот плохой, к сожалению. Хотя, знаете, я обожаю марку Le Labo, вы знаете об этом, очень люблю. Но вот для мужчин я бы не рекомендовала покупать там средства вот эти вот для бритья. И после бритья тоже ему не понравилось. И вот этот крем. Но не пропадать же ему, я его весь использовала как крем для тела. И он оказался просто восхитительным. Конечно, я покупать такой дорогой крем, чтобы мазать на тело, не буду больше. Ну вот такой парадокс. Видите, для лица плохо, а для тела он был просто идеальным. Идеальным. Жалко, что быстро кончился. Очень прекрасный запах, очень такой бархатный. Ну прям кожа была обалденная. Обалденная. Ну, покупать больше не буду. Дорого на тело. Так, и у меня закончился вот такой. Мне дали в подарок гель для душа Bergamot 22. Тоже вот Лилаба. Кайф. Это кайф. Ребята, это кайф. Это... Ну, аромат классный. Вы моетесь, у вас сразу такой заряд энергии, радости. Ну, гель для душа, они должны быть вот прям заряжающими, мне кажется. Особенно, если вы ими моетесь утром, когда надо там идти куда-то на работу, еще и еще и что-то такое. Вот мне он очень понравился. Не знаю, буду покупать большой или нет. Они достаточно дорогие. Ну, помылась с удовольствием. Мне понравилось. Так, дальше. Вот у нас закончился вот этот гель для душа DAF. Мы всегда его покупаем. У нас и у сына в душе стоит, и у нас стоит в душе вот этот DAF. Большая бутылка. Всегда. Не знаю. Это классика жанра. Всем нравится. Приятный материал, хотел сказать. Приятный аромат, приятная такая консистенция. Вообще, вот никаких от него нареканий у меня нет. И не пахнет. Муж говорит, и не пахнет. Да, когда очень яркий аромат у геля для душа тоже нехорошо. Утром хорошо, как я уже сказала, а вечером не очень. Так, дальше у меня закончился вот такой вот пробник Pro Collagen от компании Elemis. Вот такой крем Anti-Age Pro Collagen. Не знаю, вот как-то мне не понравилось. Видимо, текстура не моя. Во-первых, мне не понравился совершенно запах. Запах неприятный прям. И вот он, вы его наносите, и вы чувствуете потом в течение полдня точно этот аромат. Это, конечно, большой минус для крема. И, видимо, просто мне не подошел он по составу. Но он, когда его только наносите, он делает вашу кожу, вот как будто вы бежали там 10 километров, вспотели. Вот тут даже над губой у меня появлялись такие вот, как испарина. Странное какое-то ощущение. Поэтому я вот даже его не закончила. Показываю вам. Пробуйте. Пробуйте. Крем дорогой, как бы в полном объеме. Поэтому даже не знаю. Я для себя, конечно, сделала вывод, что нет. Не мое. Совершенно не мое. Так, дальше у меня закончился вот такой пробник от Lamer. Вот такой вот маленький крем. Это их классический крем. Только в концентрации Cool Gel. Это очень-очень легкий охлаждающий гелевый крем. Классный. Ребята, он классный. Он классный, он легкий, он охлаждающий. Ну вот, что тут показывать? Пустая баночка. Он вот прям так приятно на коже распределяется. Очень хороший. Очень хороший. Я его брала на отдых, когда мы отдыхали на берегу. Очень жарко. Когда ты загораешь, кожа пересушена от солнца. И вот этот крем, он прям на раз, два, три все восстанавливал, насыщал прям кожу влагой. Хороший. Очень хороший крем. Ну, покупать не буду пока. Очень дорого. А, и еще у меня закончился... А, Бергамот 22, вот еще один. Два мне дали, два закончился. Так, все. Так, дальше у меня закончился вот этот вот крем для век от компании Aven. Такой вот маленький. Вот такой маленький. Знаете, он как базовый крем для век очень хороший. Он легкий, он... Я не хочу сказать, что он там делает какие-то сказочные вещи, сказочные манипуляции с кожей под глазами. Нет, он питает, он увлажняет, он ничего не разглаживает, он ничего как бы не убирает вам синяки и какие-то еще вещи, да, недостатки. Но, тем не менее, он базовый. Он не очень дорогой и вот как бы вполне себе хороший. Мне понравился, я, скорее всего, куплю себе еще один. Очень хороший у него расход, нужно прям совсем-совсем чуть-чуть. Мне было достаточно. Я вот прямо его наносила и на ночь побольше, утром поменьше. Хороший-хороший крем. Хороший крем. Конечно, он не сравнится, например, с Филорго, да, но почему нет? Мне понравился. Филорго, он, конечно, я видела, вот прям результат. Так, дальше, если мы говорим уже здесь, пойдет дальше косметик. Все. Весь уход, вот то, что у меня было, вот закончился. Косметик. У меня закончился мое тональное средство от Шанель. Вот это вот Perfection Lumiere Velvet. Вот такое тональное средство мое летнее. У меня было в оттенке 40 беж. Обалденное средство. Тонкое, делает лицо холеным, гладким, загорелым, таким отдохнувшим. Мне нравилось. Мне нравилось за счет того, что еще тут SPF 15. Куплю себе обязательно еще, наверное, уже не в этом году. В этом году у меня сейчас есть уже на лето крем тональный. В следующем году. Достойное. Достойное. Вот прям люблю я тональные средства от Шанель. Я бы его, наверное, только не рекомендовала зимой. Потому что оно подчеркивает все, всякие сухие участки, знаете, на коже. Но на лето оно прям идеальное. Идеальное. Не пересушивает, не делает лицо маску. Хорошая. Так. У меня закончилась вот такая вот Дью де Хула от Benefit. Это такое, как автозагар, не автозагар, как бронзер, жидкий. Ну, не знаю. Иногда можно побаловаться. Но вот прям сказать, что это какой-то супер продукт, нет. Лучше накопить побольше денег и купить бронзер Tom Ford в оттенке Terra. Это такая классика. Дью де Хула, я не знаю. Понимаете, он жидкий. Его нужно там как-то вот размазывать в нужных местах. Не знаю, запах у него такой, консистенция. Не фанат. Я не фанат осталась этого крема. Дальше у меня закончилось аж два карандаша для бровей от Chanel. Один в оттенке. Они должны были вот так... Вот так вот выкрутите и появляться вот такой скошенный карандашик. Они у меня вообще сломались. Посмотрите, что случилось. Они сломались. И я не знаю, то ли от жары, то ли от чего. Идти в Chanel и ссориться как-то неохота. Но вот да, все. Внутри ничего нет. Причем так обидно. Один я уже почти закончила, а другой вот только начала. Я не знаю, он сломался, куда-то упал у меня. Жаль. Очень жаль. Потому что, ну, были неплохие карандаши. Не самые лучшие. Ну, вот такая вот случилась у меня история. Трабл. Больше покупать не буду. Вот хочу, может быть, вас предупредить. Если вы живете в жарком климате, наверное, не стоит покупать эти карандаши. Потому что они реально вот куда-то ломаются от жары. И я не знаю, то ли они у меня на пол упали. Хотя я потом все посмотрела, что произошло. Какая-то вот, знаете, мистика. И у меня закончился вот этот карандаш. Его я, наверное, куплю опять. Это карандаш французский. Люссу Крилл. А вот тут нарисована цифра 3. В оттенке 3. Такой тоненький-тоненький. И грифель у него. Ну, тут уже ничего нет. Тоненький-тоненький. Рисует очень тонкие. Такие вот. Сейчас покажу вам. Очень тонкие волоски можно прорисовать. Жесткий. Идеальный. Вот честно вам скажу, идеальный. Шанель – хорошо. Но вот это вот было все-таки лучше и дешевле. Так что куплю его, Люссу Крилл. Прям в восторге. И закончилась у меня байтери. Вот этот вот сыворотка. Целлюла Роуз Брайтнин Си Си Церун. Я его наносила как... Ну, перед тем, как наносить весь макияж, да, она делает подсвечивающее лицо. Гладкое, холедное. Лицо вот реально светилось изнутри. У меня в самом светлом оттенке оно было. Ну, знаете, кажется, что тут... Ну, тут может быть чуть-чуть слегка осталось. В самом светлом оттенке, в белом прям. Ну, вот видите, уже ничего не... Ну, вот, сейчас я вам покажу. В самом белом оттенке, жемчужном. Вот, видите, она такая гладкая. И вы его так вот наносите на кожу. Видите, что делается? Это чудо. Средство чудесное, пахнет восхитительно. И я, наверное, себе куплю еще, но в другом оттенке, не в белом. Потому что я, когда я его только покупала, у меня была очень белая светлая кожа. Сейчас, ну, как правило, я или под солнцем, или еще что-то такое. Все-таки у меня оттенок уже более персиковый. И куплю, наверное, следующий оттенок персиковый. Хороший. Очень хорошее средство. Байтери. Прекрасная. Прекрасная марка. Люблю. Ну что, на этом все. Все мои пустые баночки. Надеюсь, вам понравился мой такой сумбурный, быстрый рассказ. Пишите, что у вас закончилось. Пишите, может быть, что-то порекомендуете мне. Какие-то интересные средства по уходу, умыванию и так далее. Всегда рада вас читать и общаться. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok